Продолжение следует... Во-первых, и рабочие, и собственники средств производства, они вот сейчас заняты на одном производстве, правильно? Одни управляют, другие подчиняются. В этом уже это единство состоит. Если рухнет это предприятие, или, скажем, лишится общество этого предприятия, то не только капиталисты лишатся своей прибыли, но и рабочие лишатся своей части зарплаты. Поэтому, скажем, какие бы ни были конфликты на предприятии, те же самые работники должны думать о сохранении производства, а не о том, чтобы его разрушить. Правильно? Это, например, товарищи докеры очень умело вот это требование выполняли. А именно, если вы будете читать определение забастовки в Трудовом кодексе, там написано, забастовка – это полное или частичное прекращение работы в целях достижения заявленных требований. Полное или частичное. Вам зачем полное прекращение работы? Вы хотите нанести просто урон, скажем, собственнику средств производства, а если собственник средств производства – миллиардер? Ну, он имеет миллиарды долларов, и вы, так сказать, своей забастовкой, там, двухнедельной или трёхнедельной, ну, так, не очень его поколеблите. Поэтому смысл забастовки вовсе не в этом, а в том, чтобы добиться изменений на производстве, а не в том, чтобы его разрушить или ухудшить. А что, значит, частичное? Например, готовится забастовка, проходится процедура, утверждаются забастовочные требования. Вот этот коллективный договор – это что такое? Это забастовочные требования, реализованные после забастовки и в результате забастовки. Это они реализованные. Поэтому мы хотим видеть не те забастовочные требования, которые мне в голову взбредут, вот, так сказать, я их там прогласил, они их не собираются выполнять. Вот это те требования, которые выполнены. Некоторые неудачные тут требования есть, потому что, скажем, стояло требование на ручном грузе смену перегружать на одного докера не более 12 тонн, а здесь стоит 24. Поэтому этот параметр, конечно, совершенно ненормальный. Но вот все эти позиции, которые здесь задействованы, это достаточно широкий круг требований, которые охватывают экономические интересы рабочих. Ну, уже конкретные здесь профессии. Потому что здесь есть основной текст договора, он годится и для других предприятий, а есть специфические приложения, которые частично годятся для других коллективов, других предприятий, а частично не годятся. Поэтому, если мы хотим узнать, каковы интересы рабочих, современных, то, конечно, мы должны обратиться к тому, что они требуют, потому что они требуют то, что им выгодно, а не то, что им не выгодно. А то, что выгодно, это и есть интерес. Интерес – это такая характеристика положения людей, которая показывает, что работникам выгодно в силу их положения в производстве. А что значит выгодно? Что улучшает их положение и в какой мере? Что ухудшает и в какой мере? Вот тогда мы картину интересов получаем. Поэтому ознакомление с этим коллективным договором, который не проект, а реализованный, более того, он был продлён ещё на три года, а потом ухудшилась экономическая обстановка, в том числе грузов стало мало. И на этом предприятии очень острая стала борьба за коллективный договор, то есть была попытка убрать некоторые ключевые параметры. Например, самым ключевым параметром здесь является не такие блага, которые даёт этот коллективный договор, а то, что нельзя уволить ни одного члена профсоюза без санкции профсоюзного комитета. То есть вот у вас и то будет на коллективном договоре, и это, и пятое, да вас уволят, вас это будет касаться? Нет. То есть это как бы праздник не для нас. Поэтому без этого пункта всё это дело выпадает. Но такое преобразование произошло в целом в обществе. Раньше в ТРУ, ещё в 2001 году, стояло то, что нельзя члена профсоюза уволить без согласия соответствующего профсоюзного комитета. А потом это заменено на учёт мнения, что, дескать, нужно без учёта мнения нельзя уволить. А что такое учёт мнения? Вот если вы будете разбираться в процедуре, она сводится к тому, чтобы эту задачу по увольнению работника немножко оттянуть. Чуть-чуть, на несколько дней. А именно, процедура учёта мнения прописана в трудовом кодусе, и она выглядит примерно так. Вот если я работодатель, я решил осуществить такой вот проект и решил кого-то уволить. Я пишу этот проект приказа и, согласно вот этой процедуре учёта мнений, направляю его в профсоюзный комитет. Я вот собираюсь таких-то уволить, такие-то изменения провести и так далее. Профсоюзный комитет изучает проект и обоснования и делает мотивированное заключение. Если он согласен, то он об этом сообщает работодателю, и работодатель сдаёт приказ, всё. Если он не согласен, то он пишет мотивированное заключение. Уже не обоснование, потому что требуете от профсоюза, чтобы он обосновывал тоже чрезмерно. Мотивированное заключение. Ну, какие-то, почему вы не согласны? Напишите, почему, какие мотивы у вас? Написали мотивированное заключение. Тогда работодатель обязан провести консультацию с профсоюзом. А именно, если я работодатель, если вы председатель правкома, я вас приглашаю попить кофейком у меня в кабинете, немножко побеседовать по этому поводу. При этом мне совершенно не важно, что вы будете говорить. Почему? Потому что после вот этой беседы нашей с вами, консультации прошли, не важно, что вы говорили, не важно, что я говорил, после этого я получаю право издать приказ. Итого, эта процедура учёта мнения, это замаскированное право издавать без согласия с профсоюзом. И всё. Оно не только замаскированное, оно ещё даёт некоторую оттяжку. То есть за это время, пока идёт эта процедура, вы можете обратиться в суд, бить в колокол, начать подготовку коллективного трудового спора, можете начать, так сказать, угрожать работодателю, то есть какие-то начать применять аргументы силы. А сама по себе эта процедура означает, что всё, что я хочу провести, то я и проведу. Вот что такое процедура учёта мнений. Товарищи докеры благоразумно не цитировали кодекс. Если бы они цитировали, то поскольку из кодекса это выпало, то и оно выпадает из коллективного договора. Честно сказать, ссылка на несуществующий закон. А вот если, кавычки, сняты, а просто это положение записано, что надо согласовывать с профсоюзом, тогда это из коллективного договора не пропадает, даже если это пропало из закона. Поэтому у других нет, а у докеров сохранилось. А раз это у докеров сохранилось, то вот наступили вот как раз для этого терминала тяжёлые времена. То был собственником порта вот этого терминала товарища Южилин, а брат его двоюродный был генеральным директором. Ну, это-то такой маленький миллиардер. Всего, наверное, два миллиарда у него долларов. А теперь собственником вот этого первого контейнерного терминала является международная компания Global Ports. там есть датчане и ещё кто-то, ей трудно сказать. Она имеет собственностью в порту находка на Дальнем Востоке, то есть громадная компания, с которой бороться вообще работником, как с собственником средств производства за свои интересы весьма сложно, тяжело. И вот эта самая компания решила, так сказать, приструнить немножко докеров и сократила объём нагрузки, загрузки порта. Но если меньше загрузка, значит, меньше работы, меньше зарплаты, значит, надо людей увольнять. Но поскольку у докеров стоит вот такой пункт, что нельзя уволить без согласия с профсоюзом, что стало происходить? Администрация стала вести беседы с нечленами профсоюза, с кеми там, пенсионерами, с людьми, у которых есть какие-то расстройства здоровья. Дескать, что мы вот вам предлагаем единовременную выплату, там, скажем, два оклада, три оклада, четыре, пять. Я знаю, есть американская компания, которая здесь закрывала свой филиал российский. Она, чтобы не было никаких проблем и шума, и никаких столкновений с рабочими, и никаких международных столкновений, она сделала очень просто. Вот вам 10 окладов, и будьте здоровы. мы закрываемся. Ну, с одной стороны, печаль, что закрываемся, с другой стороны, 10 окладов, если вы получали, допустим, 60 тысяч, получили 600 тысяч. Ну, за 600 тысяч, за это время, пока вы съедите, 600 тысяч, вы, наверное, найдете себе место работы. Правильно? А, скажем, по нашему законодательству максимум, что вы получите, если идет сокращение штатов, ну, сколько? За два месяца или три месяца, если вы встали на биржу. И все. А тут дают за 10 месяцев. Ну, вот, надо сказать, что виртуозно эту работу проделала администрация первого контейнерного терминала, и на сегодняшний день результатом этой работы стало следующее. Все не члены профсоюза уволены по собственному желанию. Все. Остались только члены профсоюза. Получилось так, что это вот предприятие, наверное, единственное, наверное, в стране. Вот этот первый катерий-терминал, на котором работают только члены профсоюза. Двух. Один профсоюз российский, профсоюз докеров, а другой называется профсоюз работников водного транспорта. И они воспользовались таким пунктом коллективного договора, простите, трудового кодекса, который гласит, что они могут создать единый представительный орган. Они создали такой ЕПОР, единый представительный орган работников. И руководителем этого единого представительного органа работников является председатель соответствующей первичной организации российского профсоюза докеров, а заместителем руководитель профсоюза первичной организации профсоюза работников водного транспорта ПРВТ. И вот в таком виде они продолжают существовать. Поэтому новый договор, который они сделали уже в 2017 году, я вам в следующий раз ссылку тоже дам на него, где его можно почитать в электронной форме, он сохранил все основные позиции того коллективного договора, который имеется. То есть важно заложить позиции и их не терять. Володя, сейчас лекция, я после лекции позвоню, ладно? Важно эти позиции и не терять. Но это требует соответствующей мобилизации, работы и в том числе требует иногда прохождение всей процедуры забастовки. Например, вот этот новый договор за 2017 годом датированный принят в условиях, когда полностью проведена вся процедура подготовки к забастовке, осталось только одно написать бумагу на конференции и огласить, с какого числа объявляется бессрочная забастовка. То есть нет, нисколько дней не надо для этого, только, скажем, три дня, чтобы забрать конференцию. Причем, поскольку у них сплошь члены профсоюза, можно профсоюзную конференцию собрать и принять решение о забастовке и все. И поэтому вот этот коллективный договор заключался в условиях забастовочной готовности коллектива. так сказать, но вовсе сами оба эти профсоюза не думали и не считали необходимым непосредственно проводить забастовку. Зато они проводили и другие мероприятия, сразу скажу, какие, которые демонстрировали, что они в состоянии сделать забастовку. Так называемая работа по правилам. Значит, по правилам в течение, допустим, трех или четырех недель каждый работник должен поработать по правилам одну неделю. Это что значит по правилам? Вот он читает строго все инструкции и строго работает так, что у него вся деятельность сильно замедляется. Во-первых, он ее изучает, эту инструкцию, это же он должен в рабочее время изучать. Он сидит, изучает инструкцию и пока не изучит, как это делать, не хватается, не садится на погрузчик и не поехал никуда. А погрузчики там огромные, они двадцатифутовые контейнеры перегружают, которые, так сказать, под три этажа. И поэтому там были очень тяжелые случаи, связанные с тем, что он выкатился к берегу, сбил ограду и проломил лед и утонул и погрузчик. И человек, который работал на этом погрузчике, были случаи, когда раздавливало людей или додавливало, частично что-то им отдавливало, потому что если вдруг он аккуратно это громадина повернется, а тут был человек между контейнером и этим погрузчиком, все. Поэтому таких претензий привезли, а почему так медленно ездить, ну как-то там тоже нельзя. Например, была там вот такая форма коллективных действий, очень активно применена, когда вместо того, чтобы ездить тридцать километров, как они ездят с этими контейнерами, это очень много, с такими огромными контейнерами, едут три километра все в час. Приходит председатель правкома, товарищ саржент к генеральному директору товарищу Ежилину говорит, вы знаете, мы у нас сегодня акция, мы тут сегодня работаем строго-строго по правилам, а тот стоит у окна и смотрит, и как в замедленном кино, все работают, все едет так вот, медленно, 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 все делается, ничего не нарушается, все сохраняется, полная безопасность, никаких претензий предъявить нельзя. Не говоря уже о том, что есть еще одно средство, ну, вот если строго по правилам, то когда вы пришли на работу, что нужно сделать? Вот что нужно сделать? Во-первых, не надо рано приходить на работу. Одно из средств. То есть, обычно, ну, докеры нормально, когда работают, приходят за час, за полтора, все подготавливают, приступают и работают. А тут они вот, значит, представитель портового комитета бегает по причалу и говорит, ты чего пришел так рано на работу? Ну, без трех минут приходи. Это уже все, он пришел на работу, переодевайся, готовься и так далее. Потом что нужно сделать? Потом надо позвать инженера по технике безопасности, так по правилам, потому что у них работа связана с опасностью, с погрузкой, там есть краны различного типа, механизмы, и надо выслушать, как надо вести. Сидят в этих ромах, касках и слушают, внимательно. Потом нужно задать вопросы. Вот вы сколько зададите вопросов, чтобы лекция моя закончилась, а я еще не ответил? Ну, если вы подготовитесь, то я думаю, что вы зададите эти вопросы вполне успешно, и в 18.50 у нас произведет звонок, а я еще не ответил на некоторые ваши вопросы. Ну, тогда обеда. А с обеда начнем работать. Нет, а как начнем работать? Прежде чем начать работать, что нужно сделать? Надо осмотреть технику. Есть такая техника, которая абсолютно исправна. Разве бывает такое, что там нет никаких, кто на ней работает, он же всегда же знает. Вот он записывает журнал, и теперь торопит представителя отдела механизации, чтобы они скорее это дело подготовили. Так он, это он бастует или нет? Нет. Он не должен выходить, он по правилам строго работает. Раньше он тоже по правилам, но не строго. А тут он в честь, так сказать, любимой администрации работает строго по правилам. И вот он, значит, ждет, когда тот, ну, когда вы почините? И, наконец, вот после обеда он садится и выполняет норму, на сколько процентов? Что бы вы посоветовали? Вот они всегда выполняют норму на 102 процента. Почему? Во-первых, они в обычное время выполняют норму на 180, когда нет работы, по правилам. Ну, они получают заработок и приработок, как называемый. То есть, какая премия за выполнение досрочной работы. А тут они, они же не обязаны приработок получать, они работают 102 процента. Если они меньше сделают, вы скажете, вы не выполнили производственное задание. Скажут, так я вот был, слушал инженера по технике безопасности, вот технику, но все равно вы не выполнили. То есть, начинается какая-то основа для конфликта есть еще. А тут основы для конфликта нет. Я сделал 102 процента. Какие ко мне претензии? Где написано, что я должен выполнять норму на 103 процента? Нигде не написано. Поэтому конфликт тут исключен. Поэтому, так сказать, как бы руками размахивает, так сказать, администрация и смотрит сурово, но ничего не может сделать. И вот надо, каждая бригада должна так проработать одну неделю. Одна бригада, вторая, потом бригада. Они же все связаны. А если одна задерживает, другая тоже что-то не получает, она не сама задерживает, а просто она по правилам работает. А те все-таки опасно работают, а эти не опасно, безопасно. Мы за безопасный труд или за безопасный труд? За безопасный. Вот мы безопасно и работаем. Приучаемся к безопасной работе. Постепенно, может, все время там будем работать. Ну и тем самым, а там ведь какая ситуация? Когда задерживается перегрузка, то в это время стоит корабль, который разгружает. А корабль, если вечерком не уйдет, морской канал, опоздает, то там будут миллионные неустойки. Это страшное дело. Поэтому это очень сильное такое средство, которое является забастовкой. Само по себе нет. Какая тут забастовка? Никто не отказывается от работы. Во-первых, нормы все выполняют. Во-вторых, безопасно. Никаких аварий, никаких нарушений. И учатся все дисциплине. Все. И те, кто делает технику, и те, кто ее поставляет, и те, ее ремонтируют, и те, кто организовывает работу, все хорошо. То есть, вот в условиях забастовочной готовности проводились коллективные действия по бригадам. И так все это идет, идет. Чтобы это все в этом участвовали. Не то, что ваша бригада поработает, а наша бригада. Нет, и наша бригада, потом и эта бригада. Бригада там большие, по 100, по 200 человек. Большие бригады, хорошо организованные, там работают люди, очень квалифицированные. В порту с высшим образованием основная масса докеров, а некоторые с двумя. Вот. Потом эти все перегрузчики, у них там компьютер стоит в кабине. То есть, это так, современное, высокотехнологичное производство. Они еще знают, по какому адресу идти, и как в этой горе контейнеров найти свой, который надо достать. Значит, там его адрес есть, что надо снять, что надо поставить для того, чтобы извлечь этот контейнер и привезти его в нужное место и поставить туда, откуда он пойдет прямо на корабль. Или пойдет он на на таможню. А на таможне грустная такая картина. Все потроха оттуда докеры стоят, вынимают, потом записывают и обратно закладывают. То есть, это вот таможня, это прямо одна тоска. Есть даже по поводу этой таможни анекдот. У одного руководителя фирмы на таможне никак все таможня не растамаживает груз. Он каждый раз приходит, говорит, ну когда, когда вы растаможите? А ему отвечает, надо ждать. Он еще ждет. Приходит, опять говорит, надо ждать. и вот он уже вторую неделю ходит, и наконец, в субботу, когда он мучительно думал, что делать, наконец он понял, что ему говорят. Надо ждать. Он приходит в понедельник с соответствующими купюрами. Это вам за хорошее, за внимательное отношение и так далее. И с хорошим настроением на следующий день является, говорит, ну как, вы растаможиваете? А ему отвечает, мало ждали. Думает, как мало? Две недели уже ждали. Нет, мало ждали. И опять неделя тянется, вторая, и наконец он понял смысл этого слова. Мало ждали. Тогда он понял, что надо дать больше, дал больше. Ну, думаю, теперь-то растаможат. и ходит, ходит, ходит. А ему говорят, надо доложить начальству. Ну, так докладывайте. Все говорят, надо доложить начальству. И тут он опять только на вторую неделю понял, что надо доложить начальству ещё доложить. Этим дали, а начальству-то ещё не положили. И вот он доложил, тогда всё это пошло. Ну, это, так сказать, как всегда, анекдот, это шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки. Короче говоря, всё тормозится, это всё вытряхает из этих самых контейнеров, потом обратно проверяет, что там лежит, и снова туда запихивают. Поэтому, вот, великое дело таможенный союз, то при движении сейчас на границах, через границу таможенного союза никто не вытряхает, и это бессмысленной работы не делает. А если это идёт не в рамках таможенного союза, а из другого государства, ну, тут надо всё проверять. Откуда вы думаете, там, может, там вместо того, что там в картонных коробках должны быть какие-то предметы обуви или одежды, там наркотики могут быть, или радиоактивные вещества, и ещё чуть-чуть не знает что. Поэтому, то есть там бессмысленная работа тоже есть, но она хорошо оплачивается. Это бессмысленная работа, поскольку берут таможенники с этих самых грузоотправителей и получателей, с грузоотправителей, наверное, скорее всего, которым нужно преодолеть этот таможенный предел. А потом они расплачиваются с этими докемами. То есть вроде как порт и при плохой ситуации тоже деньги имеет. Или когда всё в России разрушалось, порт работал и деньги имел, потому что вывозили алюминий, металлы и так далее, удобрения. То есть всё везли из России. Работа есть, деньги есть. Или вроде бы хорошо стало, заработала наша промышленность, стали тоже на экспорт везти. Оттуда привозят много, опять деньги есть, короче говоря. То есть порт в любое время он так или иначе не проигрывает в смысле финансово. Но работодатель, когда его спрашивают во время переговоров, всегда говорит, денег нет. И хотя он должен давать необходимые данные для переговоров, он никогда не даёт. Товарищ представитель профсоюза заявляет, что это нарушение, записать протокол, протокол записывается, а всё равно никто ничего не даёт. Я уже спрашивал, я был на этих переговорах, спрашиваю, ну вы хотя бы, ладно, раз вы не даёте величину, ну скажите, вот доходы, как они, так идут, так идут, или так. Ну он говорит, ну, ой, что я делаю, нарушил тайну военной. Поэтому в следующий раз, когда его спрашивают, он говорит, военная тайна. И всё. И хоть бы ты сто раз заявляйте, что он, что вы нарушаете, и так далее. То есть это совершенно понятно, никто вам рассказывать, какие есть доходы, не будет. Тем более, если вы возьмёте данные, там, бухгалтерские, там есть, например, такие параметры, которые я хоть и экономист, вроде даже профессор, пока экономика и права. Я вот, например, не знаю, что такое разводнённая прибыль. Может, вы знаете. Так хорошо очень звучит, разводнённая прибыль. Что такое деньги на предстоительство, я знаю. Сюда можно вложить сколько угодно на предстоительство. Я вот эти деньги вложил, и могу потом вас вводить в ресторан. Это деньги на представительство. Поэтому есть такая статья расходов. А что такое разводнённая прибыль, не знаю. Потом, как, ведь можно всегда заложить в зарплату, не в прибыль, а в высокую зарплату руководителей сделать. Например, как вы думаете, в Роснефти какие зарплаты? 24 миллиона. Это же выдержки, поэтому прибыль там маленькая. И в Газпроме она могла быть больше, но если по 15 миллионов зарплата, месячная зарплата членов правления, то ясное дело, что эта прибыль становится уже не такой большой. И так далее. То есть, просто, так сказать, требовать, что дайте нам данные. Поэтому я, например, там до переговоров говорил, что ну, это и не важно, какие данные. Важно, чтобы вы требования выполнили. Есть ведь рабочая сила, есть цена. Цена может быть рассчитана. Я вам этот расчет докеры сделаю. Ну, давайте, вы же там, никто вас не будет спрашивать, если вы электроэнергию покупаете. А вы скажете, у нас нет денег, мы будем платить половину. Вы будете платить половину, мы вам отключим. и вы ничего не получите. Или я покупаю краску и скажу, что у меня столько денег нет платить по 30 этих самых рублей за банку, я буду 15. 15 будете, уходите отсюда, никто вам не будет продавать. Почему вы думаете, что вам должны... Поэтому так же и с ценой рабочей силы. Не хотите, ну и не будет она работать. Поэтому, скажем, забастовка здесь, то есть, частичная или полная остановка работы является естественным и нормальным средством решения таких проблем. Замены силы аргументов аргументами силы. Вот поскольку я вас прошу анализ сделать этого коллективного договора, здесь сразу много задач решается. Это, во-первых, в развернутом виде экономические интересы рабочих видны. Есть специфические, которые характерны только для докеров, но большинство не специфические. Они есть, на любом производстве. Это раз. В развернутом виде, начиная с условий труда и его оплаты и кончая пособиями самого разного рода. В том числе, например, у докеров есть такой пункт, что вот если вы идёте к зубному и потом берёте справку, сколько вы заплатили, вам оплачивают в соответствии с этим. Или пособия могут даваться, или беспроцентные кредиты, которые могут даваться и так далее. Много самых разных вариантов, какие есть. Или, скажем, если у вас родители умерли, вы потратились на похороны, вы соберите квитанцию и сдайте работодателю, он их оплатит согласно пункту такому-то коллективного договора. То есть жизнь охватывается во всех положительных и отрицательных проявлениях, на которые профсоюзный комитет, как представитель интересов работников, должен реагировать. Поэтому, с одной стороны, это интересно, потому что мы так можем лучше понять, а в чём интересы рабочих состоят. А с другой стороны, мы можем понять не только это, а и то, что эти интересы можно в той или иной мере реализовывать, и не когда-то в светлом будущем, при полном коммунизме. А это можно делать сейчас и с тем законодательством, которое есть. И политический аспект здесь состоит в следующем. Что такое коллективный договор? Мы, наверное, на эту тему ещё будем говорить. Вернее, каждый из вас будет выступать и будет говорить. Что такое коллективный договор? Это локальный нормативный акт. Локальный почему? Потому что он действителен только для этого предприятия. для работодателей и работников одного предприятия. Поэтому он локальный. Локальный, то есть местный. Это раз. Во-вторых, но это локальный нормативный акт, который неразрывно связан с системой права, которая существует в России. А именно, в этой системе права записано, что в коллективном договоре не может быть установленные условия хуже, чем в законе. А лучше, пожалуйста. То есть, никто не запрещает вам улучшать положение работников в коллективных договорах. Более того, если вы будете внимательно читать трудовой кодекс, а я вам очень это советую сделать, и подчеркиваю, где написано в конце, как это определено в коллективном договоре, в соответствии с коллективным договором, и так далее. Таких отсылок к коллективным договорам очень много. Если у вас есть коллективный договор, вам повезло. Особенно, если он хороший. Если у вас нет, вам не повезло. Поэтому вы идете под общую гребенку. То есть, нет улучшения. У нас это, например, касается длительности рабочего дня. Сколько у нас рабочая неделя по закону в России? 40. Нет? Сколько? 8 на 5. А? 8 на 5. 40. 40? Еще какие мне есть? Не 40 у нас, до 40. А чувствуете разницу? До 40. Мне недавно, сравнительно недавно, после выступления у Пучкова на тему о том, что нужно сделать для подъема экономики, в экономической ситуации, сложившейся в России. Вот ее посмотрело больше 200 тысяч человек. Значит, я отправил письмо президенту кратко, на одну страницу, потому что больше, чем на страницу, никто там читать не будет. Чем больше напишут, тем ниже посмотрят. И в том числе вопрос, так сказать, о переходе к 6-часовому рабочему дню. Отвечало на это мое письмо Министерству экономического развития Российской Федерации. Но они пишут, что этот вопрос, он уже отрегулирован законодательством, вы согласно коллективному договору можете установить, в коллективном договоре себе работники могут установить и по согласию с работодателем и 35-часовой, и 30-и, и 15-и, и 10-часовую рабочую неделю. Это же относится, кстати, и к отпускам. У докеров раньше стояло 55 дней в коллективном договоре, а потом они пожарились на деньги, им предложили увеличить зарплату, а снизить количество дней отпуска. И, например, я тогда им говорил, что это все кончится тем, что съест инфляция ваши деньги, а отпуск вы потеряете. А вот вы могли бы работать, и у вас отпускные шли, и вы могли бы еще дополнительные заработки иметь, если бы вы хотели получить деньги. Но они не вняли моим, так сказать, таким заявлением. Ну и так и получилось. То есть, они потеряли эти свои 55 дней, получили обычные 30, ну, если только там особо вредные условия и вредные там дополнения. И действительно, инфляция буквально на следующем году уже как языком слезала, это повышенные зарплаты, и все вернулось на круги своя, только уже с меньшим числом отпусков. То есть, это вот очень коллективные договора, это не просто какой-то документ внутренний, а это норма права. А право начинается с того, что она действует по крайней мере для двух человек. Если это приказ, который касается только Иванова, то это не норма права. Почему? Тут нет никакой нормы, индивидуальной нормы для этого человека. А если на двух человек рассчитано, это некая норма, которая к этому и к этому применена. Поэтому если вы возьмете коллективный договор, это норма, которая применена ко всему коллективу работников данного предприятия. Поэтому это вот некоторые изменения и совершенствования права как такового. А если это будут делать работники на многих предприятиях, на большинстве, тогда изменится общая установка. А если изменится общая установка, тогда легко ее перевести из коллективных договоров в закон. Легко перевести. Ну и тогда, начиная с этого, вот с этой законом установленной планки, можно двигаться дальше. Поэтому рабочие, работники, члены профсоюза могут заниматься совершенствованием закона. Без того, что они пойдут в Думу, будут там сидеть, будут там выступать, сейчас никто их не слушает. Сейчас вот вы будете сидеть в Думе, а там большинство партии «Единая Россия», она предрешает все вопросы. Поэтому от того, что вы там будете сидеть и выступать, в общем, ничего не меняется, и поэтому вы норму права не поменяете. А если поменяется в коллективных договорах очень сильно, во многих, то, конечно, поменяется через некоторое время и в законе. Останется государству легче узаконить это, чем бороться с отклонениями от этого. То есть, оно как бы становится нормой. Раз оно у большинства или у многих, то это можно сделать нормой. А если это ни у кого этого нет, как вы будете сделать нормой то, что вообще никто никогда не добился. Так же было ведь и с восьмичасовым рабочим днём. Прежде чем восьмичасовой рабочий день был узаконен декретом советской власти сто лет назад, после Октябрьской революции, перед этим, после Февральской революции, рабочие явочным порядком устанавливали восьмичасовой рабочий день, восемь часов отстояли и пошли домой. И вот весь разговор. Поскольку это делали, так сказать, громадное большинство работников, то, естественно, никаких тут мер взысканий или наказаний тут не могло быть, потому что как вы будете со всеми бороться? Это невозможно. Вот. Но это такое было, можно сказать, полустихийное движение, а когда это уже в коллективных договорах, это нормы права, и это очень серьёзно. И теперь, если человек хочет научиться менять законы и говорить о будущем, о том, что он бы установил новый строй, новое государство, новое право, ну, попробуйте вы хоть какое-нибудь право поменять с помощью коллективного договора. Если люди не могут ничего поменять у себя на работе, они замахиваются на то, что они изменят всё в государстве. И вы верите этим людям, что они ничего не могут поменять у себя на предприятии, но зато могут поменять во всём государстве и сразу. И мы потом обнаруживаем, что они, когда попадают во властные структуры, всё это кончается тем, что они набивают себе карманы, как у Люкаев, или они успешно разглагольствуют в хороших столовых, где немножко поменьше цена и хорошая колбаса. Вот поэтому вот эта дорога, с которой мы с вами тут знакомимся, дорога коллективных договоров, это очень важная линия вообще нормотворчества, в которой могут участвовать в этом нормотворчестве самые широкие слои трудящихся. Я поэтому просил бы вас отнестись к этой моей просьбе, проанализировать этот колодоговор и посмотреть такими глазами на него, что бы у нас могло произойти, если бы аналогичные договора в значительном числе были на наших предприятиях. Во-первых, я должен сказать, что у профсоюзников, у громадного большинства, убеждение, что невозможно провести забастов. Это убеждение у тех, кто никогда не пробовал, и кто, так сказать, занимается болтовнёй больше, а не делом. Потому что вот дохер много-много забастовок проводили, и все законны. И они проходили эту всю процедуру, она длительная. Меньше, чем за 31 день вы её не пройдёте. Но! А куда вы спешите? Вам что, сложно согласовать её с работодателем? Или сложность состоит в том, чтобы добиться, чтобы дружно пропастовали? А как вы гарантируете, что вот в объявленный вами день люди остановят свою работу? Вот остановят свою работу 15 человек или 20, их уволят, и на этом ваше приключение забастовочное закончится. Самое-то сложное в забастовке не с администрацией, так сказать, воевать, а самое сложное, так сказать, это организованное её провести. И потом забастовка вообще не обязательна, чтобы все остановили свою работу. Она может быть по участкам, по бригадам, последовательно, в шахматном порядке. Или, как вот докеры эти делали, один час. Один час. Потому что забастовка – это полное или частичное прекращение работы в целях достижения выдвинутых требований, официально выдвинутых. Ну, так если вы хотите продемонстрировать, что вы будете за это выступать и бороться, зачем вам полностью останавливать? Ну, приходите на час позже. Ну, это-то и запишите, это в требованиях было, в забастовочных. Но надо, чтобы люди пришли все вовремя. А для этого потренируйтесь на том, чтобы не приходить в воскресенье и в субботу. Надо сказать, что сначала профсоюз готовился к забастовке и проводил такую линию, чтобы не ходить в воскресенье и в субботу на работу. Потому что вы тем самым подрываете саму возможность чего-нибудь добиться. И вот приходит человек на работу, ему говорят, вы штрихбрехер. Вы пришли на работу, они должны сидеть дома и отдыхать. Идите в семью, там с семьей работаете. И не приходите раньше времени на работу, потому что вы выполняете норму на 180, а потом кого-то увольняют, потому что в субботу и воскресенье работали, значит, норму на 180% выполняли, вот и товарищей ваших уволили, потому что лишние как бы работники образовались. А налог, когда меньше работников, меньше налогов приходится платить работодателю, поэтому он заинтересован, что иметь не два работника, а одного пусть он двойную ношу несет. То есть работает и субботы, и воскресенье, и сверхурочные и так далее. А надо закон о сверхурочных строго выполнять. Сколько сверхурочных работ можно в год работать? Не знаете? Ну вот у вас может заставлять долго работать, а вы не знаете. А вот норма такая, не более 120 часов в год по кодексу. А в течение двух дней сколько сверхурочных можно работать? Не более 4 часов. Это что значит? Или первый день, допустим, 4 часа, тогда второй день нельзя сверхурочных вообще работать. Или один день 3 часа, второй один только час. Или 2,2. А если 2,2, то значит за первые 2 часа сверхурочной работы оплата в полтора раза, а за последующие – вдвойне. Если вы вот в один день 4 часа работаете, то значит за первые 2 часа в полтора раза больше оплата, а за вторые 2 часа в 2 раза уже. Вот я разговаривал с одним из тех, кто работает на этой башне, в Лахта-центр. Там работают каждый день по 12 часов. Совершенно грубо нарушают Трудовой кодекс России. Какую ответственность несут работодатели за нарушение вот этих законов о продолжительности рабочего времени? Никакой. На практике. То есть есть, скажем, всякие… Даже если у вас прекрасные коллективные договоры, вы рассчитываете не на силу и организованность коллектива, которая, так сказать, может угрожать забастовкой, если будет нарушать, будут нарушаться нормы коллективных договоров, а рассчитываете на закон, то где ответственность записана? В Трудовом кодексе что-нибудь записано, какая-нибудь ответственность? Нет. А где записано? В Кодексе об административных правонарушениях. А что там записано? За уклонение от переговоров по коллективному договору штраф до 5 тысяч рублей. Представляете, вот при нынешних заработных платах руководящего состава и при нынешних миллиардных прибылях 5 тысяч рублей, и вы за эти 5 тысяч рублей находитесь в суд, видимо-невидимо, времени потратить, а потом, после того, как будет принято решение суда, если оно принято решение суда, дальше что будет? Вот что будет, если вы у меня выиграли в суде вчера? Потому что я не отдал вам 5 тысяч рублей. Что будет дальше? Что сегодня? Если вчера у вас на руках уже было решение суда, и вы еще подождали 10 дней, и я ее не оспорил, ваше решение суда, и оно вступило в законную силу, получили вы с меня 5 тысяч рублей? Нет. А как получить? Вот как вы хотите? Вот я у вас забрал 5 тысяч рублей, напал на вас, забрал, или обманул, забрал. Вы выиграли в суде, вы получили решение, оно теперь законное, вступило в законную силу. Дальше что? Вот мне интересно, что вы будете делать? Обратиться к судебному присталу? Да, обратиться к судебному присталу. К кому надо идти? Куда идти? Ну, куда надо идти? К старшему судебному присталу города? Нет. В Гольцмер его давать. Не надо в Гольцмермер. А куда идти? В тот суд, который он... В суд? В суд вам выдал. В суд вы должны пойти... Зачем? За исполнительным листом. Потому что судебные приставы исполнителей не интересуются решениями суда, они в глаза их не видят и не берут. А они берут только исполнительные листы. Как бы их... Вот у нас разделение властей. Раньше имелся суд, а при нём судебные приставы исполнителей. То, что решалось, то и исполнялось. Сейчас это отдельные совершенно организации. Дескать, это вот... Исполнители – это не их умодело. Почему и как получилось такое решение суда? Решение суда им не надо. Нужно получить исполнительный лист. Где вы получать будете исполнительный лист? Скажите, пожалуйста. В суде. В суде. Вот придёте, вас уже и к суде даже не надо идти. Придёте к помощнику суде. Он скажет, приходите через неделю. Вот вам будет исполнительный лист. Исполнительный лист – один экземпляр с номером. Первое, что надо сделать – снять с него копию, потому что вы отдадите его судебному приставу, и пропали они. А вы знаете, всё может пропасть. И все ваши и судебные дела. А вам больше никто его не даст. Сделали копию. Я бы советовал цветную, потому что она неотличима от подлинника. Цветную копию если сделаете, там подпись будет цветная. И вот вы приносите. Куда? Идёте к старшему судебному приставу своего района. Я думаю, что вы, наверное, видели и знаете, где суды. А вы видели какие-нибудь здания судебных приставов? Видели? Они едятся обычно в каких-то дворах на задворках. Например, центрального района служба судебного пристава у исполнителей находится. Вот есть такое большое здание, там бизнес-центр на Лиговке, если повернёшь направо с Невского. А напротив него, вот если по левую сторону идут сначала галерея, потом здание прокуратуры центрального района, а потом надо зайти во двор, потом туда ещё во второй двор, и в конце этого второго двора есть здание, вы туда зайдёте, придёте к старшему судебному приставу, у него есть кабинет. И в этом кабинете вы ему дадите вот этот исполнительный лист. Напишите заявление. Прошу принять данный исполнительный лист к исполнительному производству. Он напишет резолюцию «Взбудите исполнительное производство» и скажет «Приходите через неделю». Через неделю он назначит вам пристава, который будет исполнять ваше решение. Вот. Вы зайдёте к этому приставу, скажете, вы теперь вывод будете исполнять, я буду исполнять. Когда вы зайдёте туда, вы увидите, что это клетушка, которая четверть занимает этого помещения. Там сидят три человека, три судебных пристава, в основном женщины. Но есть и мужчины. И, ну, там, правда, есть такие картинки, что вот такие женщины хрупкие, а сзади, допустим, автоматом в форме стоит, которые всегда применят, если что. А что он применит? Ничего он не применит, потому что, так сказать, они даже сесть там негде. И вот я приходишь, они, значит, убирают эти вот коробки, в которых эти исполнительные листы, и вы можете туда сесть. Потом, когда вы уйдёте, они опять коробки на это место поставят. И вот вы хотели с меня пять тысяч получить. Ну, вы сходили, значит, в суд сходили за исполнительным листом. Раз, прогулка была. Потом вы сходили к старшему судебному приставу. Два прогулка, третья прогулка уже, она через неделю каждая, к судебному приставу исполнителю. А я в это время что делаю? Отдаю вам пять тысяч? Нет. Я человек подкованный юридически, не отдаю. И что вы делать будете? Ваши действия. Ну, я плохой, вы хороший. Что вы делаете-то? Добро же должно победить зло. Как вы собираетесь зло побеждать? Детка говорит, мы сдаёмся, мы не знаем как. Ну, как-то вы должны с меня взять пять тысяч? Я сразу говорю, это ваши деньги, но я-то их не отдам. То есть, что значит ваши? Я их давно потратил. Как вы будете? Что делать будете? Разве не пристав, которому нам назначили делать? А что он будет делать? Как вы думаете? Арест накладывать. Прямо разбежались. Не-е-е. Какой вы? Есть процедура. Всё у нас заорганизовано. Он должен написать мне письмо. Как только он получил этот ваш исполнительный лист, он вам покажет, что он написал мне письмо. И там будет написано «Уважаемый Михаил Васильевич. Соответственность с исполнительным листом возбуждено исполнительное производство. Согласны ли вы такое-то, за таким-то номером, согласны ли вы добровольно уплатить 5000 рублей? Согласны исполнительному листу». А что я отвечу? А? Правильно. Вот это видно, что вы человек уже знающий. Я говорю, согласен. И отсылаю. А деньги отсылаю я? Нет. Вот это вот. Вот видно, приятно просто иметь дело с человеком продвинутым. Вот всё. Понятно. А дальше ваши действия? А вы уже четвёртый раз приходите к судебным приставам. Говорите, как же так? Вот уже месяц прошёл, второй. А ничего не выполняется. И за каких-то 5000 я уже столько раз пришла. Так. Что тогда делает судебный пристав? Второй раз пишет. «Уважаемый Михаил Васильевич. Я же уважаемый, он же, я же лицо, я гражданин. Согласны ли вы добровольно уплатить? А я что пишу? Согласен. И посылаю. Я с такими органами чужие. Вот я не молчу, отвечаю. Согласен. Если вы ещё не перестали туда приходить, и вы придёте снова к судебному приставу, хотя вас уже начинают некоторые свои знакомые, друзья и родственники отговаривать. Да что вы из-за 5000 уже пятый раз идёте, да от них уже времени сколько потеряли, сколько проедали на трамвай, на метро и так далее. Вы приходите уже немножко в возбуждённом таком состоянии. Надо бы это дело как-то... Вы что будете делать? А я, говорит, наложу на него штраф. Какой, думаете, штраф может наложить судебный пристависполнитель своим решением? Сколько рублей? Тысячу. Тысячу рублей штраф. И он присылает мне, чтобы я уплатил тысячу рублей штрафа. А мои действия какие? Да нет, ну что ж, посмотрите на него. Я же грамотный человек юридически. Чего я буду платить штраф? Я подаю в суд на судебного пристава исполнителя, что он занимается администрированием. Что он то-то не учёл, это не учёл, пятое не учёл, десятое не учёл. А если я подаю в суд, суд должен рассматривать? Он и рассматривает. Сколько будет рассматривать суд? Ну, вы же понимаете, что одно только заявление. Это уйдёт месяц только на то, чтобы моё заявление там было принято. И началось рассмотрение. Я нанимаю адвоката. Вот сидит адвокат. Вот он будет сидеть, а вы одна будете сидеть. Со своими из-за пяти тысяч. А я этому объясняю, что вот покажите, что же, расскажите, что это такое. И судебный пристав там ответственный, а они бедные, замученные. У них это и все дела. Они не могут защищать сами себя. И вот будет признано, что да, судебный пристав допустил не то. Но если всё-таки удастся выиграть это дело, как судебному приставу, то что тогда? Как надо уплатить? А нет денег у меня. Тогда вот тут уже вам советовали, надо прийти и описывать, да? Идите, описывайте. Вы приходите ко мне домой. Я вас, я бы угостил чаем, но, понимаете, у меня пяти тысяч, нет, какой чай? Приходите домой, спрашивайте, это вот у вас стенка, это что? Это тёщина. А это вот телевизор жены. А компьютер, это сына, а это, а это дочки. Так, а что ваше? А вот вы видели КВН-49, нет? Помните, вот такой телевизор, такой экранчик был, ещё воду наливали, такой перед ним был увеличительный экран. Вот это, говорю, моё, КВН-49. Вы описываете. И всё. И вам, вам эти, или левизором эти пять тысяч отдать, если он в КВН-49, или вы его продавать будете, или будете ждать, когда мы его выставим на торги. Если вы не хотите брать прямо живьём, то его выставят, он, наверное, больше пяти тысяч стоил. Вот его выставят куда-то на продажу. Какие-то распродажи бывают, знаете, там, конфиската и прочее. И вот, и кто будет покупать этот КВН-49, вы будете идти ждать. Ну, вообще, в браке можно разделить имущество по или не предитору. Как это вы можете разделять? Моё имущество можно. Так моё, больше КВН-49 делите. Другого нет у меня имущества. Нет, нет, квартира, нет, уважаемые, нет, надо законы знать. Если это единственная квартира для жилья, её нельзя ни разделить, ни продать. Во время брака можно разделить имущество? Имущество можно. Нет, оно уже разделено. У нас всё разделено, у меня всё записано. Это вот на меня записано КВН-49. Что делить? Всё разделено. А вы, это граждане вообще, у вас претенение может быть, даже и не думайте. Частная собственность священно-неприкосновенная. Не трогайте этих частной собственность моей жены. Это её. Всё разделено. Там где написано, что это частная собственность вашей жены? Это должно быть натурально. А у нас всё сделано. Пока вы ходили по своим судебным приставам, мы всё записали. Всё у нас. И натурально заверили. Всё. Рассказываю. Ну, это мелочь вроде, да? Я вам рассказываю. Мавроди, знаете, нет? Который сделал эти самые пирамиды. Вы в курсе делать, сколько он миллиардов забрал у людей? Его судили. Так? В чё постановили, чтобы он отдал? Он отдал? Вы же знаете, что нисколько он не отдал. Никому и нисколько. Наоборот, он без всякого оформления стал говорить, ну, на доверие давайте, сдавайте снова. И стали ему снова деньги сдавать. Вот это было. А что бы он отдал? А судебные приставы что делали? Они, вот, тысяча рублей штраф, потом тысяча рублей штраф. И ещё у них есть одна мера – принудительные работы. И на 15 дней, и он на принудительные работы, Мавроди. Вот вы за 15 миллиардов, если бы у вас было, вы бы за них 15 дней бы согласились поработать? Чтобы сохранить 15 миллиардов. Как вы считаете, по-моему, это нормально? Он нормально к этим. Пошёл на работу, там, чё надо, подметал, делал, вышел, всё. Правда. Эти товарищи, которые борются с Мавроди, делают вид, что они не знают, что надо сделать. Вот вы, наверное, тоже делаете вид, что не знаете, что надо сделать. Что надо сделать, если тянется вот эта волынка? Что надо сделать, чтобы всё-таки с меня содрать эти пять тысяч? Вот скажите. Вы всё, что вы предлагаете, это не ведёт к результату. Но с меня надо же содрать. Я же злой человек, я вам навредил. Ну, чё, вы как-то должны наступать. А где ваше наступление? Объясняю. Есть такая статья, которую не хотят применять к Мавроди или делают вид, что её не знают. Статья состоит в том, что за невыполнение решения суда полагается уголовная ответственность. Надо возбуждать уголовное дело. А вы не просите его. Ну, раз не просите, никто вам советовать не будет. Это я вам по секрету выдал просто. Можно сказать, меня за это накажут. За то, что я вам выдал такой секрет. То есть, а вот тут вы должны сказать, что товарищ Попов, гражданин Попов, это у нас гражданское общество, у милиционеров всё гражданское. Гражданин Попов не выполнил решение суда, и вы просите возбудить уголовное дело. В службе судебных приставов есть человек, который там сидит, в отделе, он может возбуждать. Но если вы знаете, если вы не знаете, у нас все блага в России современные носят заявительный характер. Вы не заявляли, никто не возбуждает. А если вы заявляли, может быть, и возбудят. Ну, это не обязательно. Но может быть. То есть, есть ещё дорога такая. По крайней мере, в отношении Мавроди так это и не сделано. А давно бы можно было его закатать лет на 15. И тогда бы ему эти деньги не понадобились. Потому что он там был бы на полном пансионе. Зачем ему деньги? Или вам неизвестно дело этого самого Полонского? Ну, 6 миллиардов забрали рублей у москвичей с приятелем. Приятель изображал из себя строителя, а он изображал из себя финансиста. Собрались эти деньги и уехали в Камбоджу. Приехали туда, с нему говорят, слушай, давай миллион долларов. Там тоже такие люди хорошие. И мы тебя не выдадим России. Он говорит, не, миллион не дам, начал там скандалить. Туда-сюда его скрутили и выдали России. Тогда его стали судить. И что? Получили деньги-то? Подумаешь, 5 тысяч вы не получили. Люди 4 миллиарда не получили. То есть, это на самом деле очень тяжёлая и трудная штука. Но отсюда и вывод какой. Вообще, все суды, куда обращаются люди по поводу невыплаты того, невыплаты сего, они то, что можно делать в порядке коллективных договоров и коллективных договоров, они и не рассматривают. Говорят, вам государство наше дало право добиваться этого в порядке забастовки? Идите, бастуйте и добивайтесь. Счастливый путь вам дали. Конституция вам дала право? Дала. Закон право. Так это трудно, тяжело. Ну, а выходите легко. Легко? Нет, не получается. То есть, это можно делать. Вот вы можете по этому коллективному договору увидеть, чего можно добиться с помощью забастовки и соответствующих при этом переговоров, потому что переговоры должны вести стороны на любом этапе конфликта. Не должны... Вот если кто-то будет замечен, что кто-то уклонился от переговоров, то это против него аргумент судебный. То есть, ну и что, что мы вот с вами конфликтуем? На переговоры мы должны вести. Согласительная комиссия должна... Уже это не примирительная комиссия, не трудовой арбитраж, это уже и не, так сказать, обращение к посреднику, а это согласительная комиссия. Вот регулярно должны встречаться с вами. У нас как бы вот такая вот идёт борьба. Но мы встречаемся и беседуем представители спокойно. А что можно сделать, а как это дело остановить и так далее. И чего можно добиться. И мы вот имеем в лице или в виде вот этого реального коллективного договора вот такой результат, который показывает, чего можно добиться. Я хочу вам сказать, что то же самое можно сказать и о большем, скажем, о проекте Трудового кодекса России. Вот это был такой большой, можно сказать, спор. Не сказать, что трудовой, скорее политический, потому что спор о праве – это, конечно, политический уже спор, правда? Скажем, вот в 96-м году вдруг в российской газете появился проект Трудового кодекса России вместо «ГЗОТ», который предлагается. Безымянный, то есть анонимный. Ну, скажем, в советские времена, если без подписи «Статья в правде», это статья главного редактора, правильно? Передавая. То есть это вроде как не безымянная или редакционная статья. Это значит, вся редакция отвечает правдой за эту статью. А тут появился вот проект. Спрашивайте, чей проект? Проект ужасный. То есть он отбирал вообще все права, какие только можно отобрать. И даже зарплата должна была бы выдаваться продукцией. То есть вы получили, если ваш завод выпускает бутылки, бутылочное стекло, бутылки молочные, или винные бутылки, или пивные. Вот вы идите, торгуйте этими бутылками, продавайте их, а выращенные деньги можете взять себе в качестве зарплаты. То есть вы еще должны бесплатно работать с представителями, и торговыми представителями в то время, которое за рамками вашего рабочего времени. То есть и сверхурочное. И это все называется выплатой зарплаты. А люди, если делают гробы, гробы, то ведь есть предприятия, которые делают гробы. Вот вам гробы выдали, вам три гроба выдали в получку. И будьте добры. Мы к одному товарищу Пауков, его фамилия была, в Нижнем Новгороде приехали домой, у него шесть телевизоров. Чайка, который там выпускали. Неплохие телевизоры. Зачем здесь шесть телевизоров? Это не шесть телевизоров, у меня один телевизор, это зарплата, остальные пять телевизоров. Вот он их, дескать, вот тебе пять телевизоров продай и покушай. А если он не продаст? Ну, это его уже дело. А если вы помните, мы увидели здесь текстильщи с Ивановских. Вот в этом году уже какие-то молодые парни приезжали. Я у них купил даже простыню и наволочку. Две даже простыни. Они ничего не знают про Иванова. Они даже не знают, что это родина советов. Но им нужно реализовать эти. Причем они реализовывали, каким-то магазином договорились, прямо у него в фойе торговали, деньги заплатили. Потому что они вот это продадутся, и тогда у них какая-то выручка будет. А так, причем по дешевке. Дешевые простыни, дешевый текстиль, хороший. Вот такая картина с этим. Поэтому надо сказать, что та сфера, которую мы с вами изучаем, позволяет людям научиться вести грамотную, такую политическую, юридическую борьбу за экономические интересы. То есть, зная Конституцию, зная закон. Поэтому я вас и призываю. Первое, что вы должны сделать, изучить соответствующие законы. И, например, если вы будете изучать Кодекс об административных правонарушениях, я думаю, это считается прямо как юмористический рассказ. Потому что, если вы видите, что за уклонение от переговоров по коллективному договору штраф 5 тысяч, за невыполнение коллективного договора штраф 5 тысяч, то это ясно, что смешно. Поэтому и орудием, на самом деле, соблюдение коллективного договора, выполнение коллективного договора и заключение коллективного договора является, в данном случае, конфликт-забастовка. когда люди не соглашаются работать на тех условиях, в которых они находятся. Вот когда они поступали, каждый поштучно, тут нечего было конфликтовать, бесполезно. Но когда они представляют собой коллектив, и у них появились коллективные права, и эти коллективные права в результате значительной борьбы, эти права завоёваны, в том числе борьбы за соответствующий трудовой кодекс, то, следовательно, задача состоит в том, чтобы научиться их использовать. Ну и задача конфликтолога состоит в том, чтобы знать вообще все эти права и возможности той и другой стороны, какой бы стороны вам не пришлось помогать. Вот я говорил о том, что интересы работников и работодателя противоположны. Это что значит? Раз они противоположны, значит, они в единстве находятся. Например, возможно ли повышение заработной платы одновременно с увеличением прибыли? Да или нет? Вот, товарищ, на последнем ряду, это английская поговорка «last, but not least». Последний, но не самый наименьший. Означает, возьмите, у нас сейчас эпоха научно-технического прогресса. Вот идёт рост производительности труда. Так, производительность труда растёт. А у вас вот есть определённое количество зарплаты. Вот, допустим, я её обозначу через Z. А через Q обозначу количество выпущенных изделий. Вот это вот Z делить на Q будет зарплата в единице продукции. Она будет составным элементом затрат. Правильно? Издержки на зарплату. Что происходит с ростом производительности труда? Вот Q возрастает. И Z возрастает. Вот если Q возрастает быстрее, чем Z, что происходит с этой дробью? Она уменьшается. То есть затраты на зарплату в единице продукции сокращаются. А если сокращаются затраты на зарплату в единице продукции, что происходит с прибылью? Ну, насколько сокращаются затраты на зарплату, настолько же увеличивается прибыль. Значит, неверно думать, что прибыль возрастает только тогда, когда падает зарплата. Это, ну, так сказать, такая статическая схема, которая не учитывает научно-технического прогресса и роста производительности труда и развития производительных сил. А нормальная схема означает следующее, что если вы повышаете производительность труда и зарплату, но зарплата растёт медленнее, чем производительность труда, то прибыль возрастает. Мне приходилось беседовать с генеральным директором первого района, порту. Я ему это объяснил, и он, как человек грамотный, с этим согласился. Говорю, что вы... Ну, а повышение производительности труда от кого зависит? Ну, рабочие сядут на ту технику, которую вы им предоставите. Более того, вы должны ещё им эту технику, чтобы они освоили, их этому научить. Курсы соответствующие сделать, повысить квалификацию. Вы в этом заинтересованы? Заинтересованы. И вот если вы это будете делать, ваша техника принесёт вам дополнительную прибыль. А если вы этого не будете делать, они не освоят эту технику. Вы купите новую технику, а она не работает. Вообще вот новая техника, новые заводы, они долго-долго могут не осваиваться. Иногда так и купленные за границей заводы, так и валяются. Пока они проржавеют, они не пропадут. Поэтому если вы не сделаете рабочих, заинтересованных в том, чтобы они участвовали в усвоении этих новых технических достижений и изобретений, если вы это не обеспечите, вы не освоите её, и ваша техника пропадёт. Или, так сказать, она будет сломана, потому что никто не будет о ней... Зачем о ней заботиться, если она не приносит никакого улучшения? Она вам должна прибыль принести, а нам ничего, а нам надо мучиться. Там были ручки вот у меня так, как я вот делал, а теперь они вот так. Это ради чего я это делать должен? Переучиваться. А у меня это было всё на лету, потому что я 10 лет этими ручками владел. И мне не надо было, так сказать, заглядывать куда-то, всё почти на автомате. А теперь я должен всё это по-другому делать. Ради чего? Ради того, чтобы увеличилась прибыль. Так вы сделаете, что у меня зарплата появится, у вас прибыль вырастет, и будет что? Это будет компромисс? Будет. Причём это не будет такой компромисс, что у вас выигрыш, а у меня проигрыш. Это будет у меня выигрыш, у вас. Ну, у вас больше выигрыш, у меня, ну, у всех же выигрыш. Вот. И это при чём? Это вот главная дорога, которую можно делать. Она никакой большой политики не решает. Собственники остаются собственниками, работники остаются работниками, но не получается, чтобы все достижения науки и техники присваивались только одной группой людей, которые являются собственниками средств производства. Они присваиваются, ну, пусть в разном размере, разными слоями общества. И работниками, и рабочими, и инженерами, и хозяевами средств производства. И даже если вы не сообщаете, какая у вас прибыль, ну, сами-то вы должны знать, что это вот, что это в интересах работодателей. Если вы хотите, чтобы у вас производство развивалось, то для этого нужно повышать зарплату. Хочу сказать, что вот недавно на страницах российской газеты была такая небольшая дискуссия между Центробанком и этой группой вокруг Центробанка, которая пытается удушить наше производство тем, что оно не даёт необходимых средств в кредит, делает сумасшедшую ключевую ставку. Сейчас она 8,75. Доводит её, в этом году доведут до 8,5. А если иметь в виду добавку этих коммерческих банков, ещё 7,15. И 15 – это немыслимая прибыль. Такой нормы прибыли ни у кого нет. Поэтому это всё равно… Тут нет никакой непрерывности. От этого снижения ключевой ставки ничего не меняется, потому что надо её снизить до 1,5%. Тогда да. А если она у вас остаётся на уровне 8, 7, 6, 5… Нет, ничего из этого не выйдет. Вот в этой ситуации заместитель министра труда, женщина, фамилию сейчас я забыл уже, она написала, что для того, чтобы наша экономика заработала, чтобы темпы роста были не нулевыми, они у нас практически нулевые, надо повысить зарплату. Как только вы повысите зарплату, естественно, сразу повысится спрос. А спрос у нас снижается на всё. А вот человек говорит, вот зато цены падают. Так падают, потому что ничего купить люди не могут. За последние три года снижение реальных доходов 10% составило. Ну, так если 10% снижения, так что тогда будет со спросом? Ну, 10% спроса упадёт. Куда он денется? Скажем, а у тех, кто имеет миллиарды, у них спрос за границей, а не внутри России. Зачем они? Там покупают острова, они там покупают квартиры. Вот недавно один наш чиновник, который управлял нашим радиосетью всей проводной, выяснилось, что он, оказывается, имеет массу, несколько фирм американских, управляет фирмами в Америке. И, кроме того, у него там ряд квартир приобретён. Ну, наверное, где-то он сверхурочно работал и на эти квартиры работал, видимо. Его сняли. Никто его не судил, в отличие, так сказать, от других случаев. Просто сняли, потому что те, кто управляет радиосетью, они ещё решают специальные задачи. Ведь во время этой сети используются для оповещения в случаях чрезвычайных ситуаций, войны и так далее. И время от времени проводят её даже проверку. И недавно была проверка. Некоторые люди перепугались, думают, что такое там, а работают все радиостанции Санкт-Петербурга. Сняли. Поэтому никакого спроса дополнительного увеличению прибыли работодателя не даёт. А вот увеличение зарплаты, куда эту зарплату, куда она пойдёт? Она пойдёт в магазины. В магазинах с полков будет снято то, что там уже давно лежит. Значит, они будут пустые. Будут пустые, значит, предприятия будут производить. Значит, появится дополнительное предложение. А если больше предложения, это расширение масштабов производства. Если вы хотите расширить масштабы производства, вам для этого нужно внедрять научно-технические достижения. И научно-технические достижения можно тогда внедрять, когда масштабы хоть какие-то. Ну вот у нас сейчас делают пять самолётов, допустим, выпускают. Ну как их можно выпустить, пять самолётов? Только вручную, на коленке. Пятьсот самолётов – это вот да. Пятьсот самолётов. Для этого нужно иметь конвейер. И, так сказать, вот они идут, Как нас стапили. Один пошёл, второй пошёл, третий пошёл. А вот у нас МС-21 совершил полёт из Иркутска в Москву. Один. А когда второй? Никто ничего не говорит. А зачем второй? Когда деньги истрачены в огромном количестве на приобретение аэробусов и американских самолётов соответствующих. Ну так если столько денег уже истрачено, так второй такой же суммы же не будет. Это всем ясно. Тогда Дмитрий Анатольевич, после того, как было крушение нашего российского самолёта с хоккеистами, он сказал, больше мы не будем закупать отечественные. И стали закупать эти аэробусы. Ну и деньги все потрачены. Как может быть 500 самолётов отечественных? Мы даже Суперджет-то толком не закупаем. Всё ищем за границей. Кто купит Суперджет? АМС-21, понятно, тоже поштучные будут закупки. Вам нужен самолёт? Записывайтесь. То есть я вот сейчас сказал именно такое строгое научное понятие употребил противоположных интересов работодателей и рабочих. Капиталистов и рабочих. Когда говорится о противоположности, не надо забывать, что противоположность всегда предполагает единство противоположности. И вот это вот единство я вам изобразил сейчас. И это принципиальное единство. Поэтому, если мы возьмём историю развития капитализма, разве такие доходы были у рабочих, как они сейчас, или такое было образование, какое оно сейчас у рабочих при капитализме? То есть при капитализме в итоге развитие капитализма за длительный период выросла и заработная плата, и вырос уровень образования, и оснащённости, и коллективизма, и дисциплинированности рабочих, и так далее. Но, если строго научно рисовать график, скажем, изменения заработной платы, то он выглядит таким образом. В условиях империализма, тем более. В условиях империализма, когда имеется государственное регулирование и организовывается инфляция. Организовывается инфляция по совету Джона Мейнерда Кейнса, английского лорда-экономиста, который и предложил соответствующие средства. Вот график этой зарплаты, а это время. Что происходит с течением времени? Инфляция пожирает какую-то часть заработной платы, правильно? И вот у вас пошла линия вниз. Потом происходит забастовка. У нас таких общенациональных забастовок не бывает. А если возьмёте ту же Францию, или Испанию, или Грецию, там большая забастовка, и уровень зарплаты, в соответствии с тем, что выросла уже производительность труда, он устанавливается выше, чем было вот где-то здесь. Вот в это время экономика стоит. Забастовка. Производство стоит. То есть производство не даёт повышение зарплаты, а забастовка даёт. Но забастовка на основании развития производства даёт. Это же тут не указано развитие. Здесь просто график падения зарплаты, реального содержания её. А производство-то, оно идёт вперёд. Производительность труда всё время растёт. И вот дальше, после забастовки, все довольны, радостны, победили забастовки. Что происходит дальше? А дальше идёт, работает инфляция. И если товарищи всё почивают на лаврах, она может опустить уровень зарплаты ниже того, который был вот в этом году. Правильно? Тогда вдруг спохватываются профсоюзные лидеры и рабочие вожаки, организовывают мощные забастовки, и зарплата выскакивает вот на этот уровень. И дальше. И дальше. И вот, как вот назвать график этой функции, как? Вот мы со Степаном Степановичем учились на МакМехе, и мы знаем, как это правильно назвать. Это кусочно-непрерывные функции, убывающие в каждой точке. А почему кусочно-непрерывные? А там разрывы вот в этих точках. А экономика тут и разорвана, и есть. Она остановилась, экономика, забастовка. Кусочно-непрерывная функция, убывающая в каждой точке. То есть, вот эта дискуссия по поводу там Марксового закона, обнищания рабочего класса. Действует экономический закон или не действует? Действует. А в том смысле, что когда нет забастовок, у вас идёт обнищание. А забастовка – это не экономическое действие. Это политическое уже действие, правильно? Остановилась экономика. Экономика остановилась, идёт решение, идут переговоры в отношении того, какая будет заработная плата. Недавно в Испании забастовали работники аэропорта. По поводу чего? По поводу зарплаты. Не возят, всё, остановились. Идите, другие возят, другие аэропорты в другие страны. Всё, через Испанию не полетите никуда. Это что такое? Политический вопрос. Мы с вами в этом курсе как раз решили не отстраняться от таких политических моментов и их видеть. Поэтому, да, вот действует экономический закон обнищания. А в итоге, ну, некоторые товарищи берут вот эти точки, соединяют и говорят, вот при капитализме график вот такой зарплаты. Не, это подтасовка. График не такой, график вот такой. Если правильно рисовать. И это мы очищаем очень хорошо. Вот с товарищем бакалавром мне сообщили, что у них стипендия уже выше. Она была 1480, а сейчас сколько? Тысяча? Сколько? 1658. Тысяча? Сколько? О, 1658. Вот если раньше они могли прожить неделю, то теперь могут прожить неделю и два дня. За это время пока повышали эту самую зарплату. А покупательная способность этой стипендии же, что с ней произошло? С ней произошло. Ну, я уже говорил, что произошло. Вот это же данные, опубликованные в российской газете, то, что я вам приводил, что за три года на 10% снизились реальные доходы трудящихся. Какие доходы? Пенсии, пособия, зарплаты, все. Если брать зарплату, я знаю точную цифру, которую Академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ опубликовала. 92,5% реальная зарплата составляет от уровня 2013 года падение. А поскольку сейчас забастовок совсем мало стало, то у нас график на убывание. А на рост нету. И что нам планирует дорогой наш Центробанк и вся эта группа финансово-экономическая? Она как будто специально раздразнит народ, так сказать, и хочет, чтобы он на какие-то действия был подвинут. Потому что она нормой считает, что какое движение цен? Нормой, установленной Центробанком, 4% инфляции. То есть вот как хочешь, но 4% от всех полученных вами доходов за этот год надо отобрать у вас. С какой стати? Ну с какой стати? А что происходит с производительностью труда? Она, между прочим, производительность труда растет и тогда, когда темпы роста производства не растут. Потому что темпы роста не выросли, потому что старые станки выбросили, потому что столько и не надо производить. А никто не покупает. А почему не покупает? Потому что нет денег, а нет зарплаты. Поэтому столько уже не производится, а новые станки оставили. А раз новых стало в структуре больше, значит, производительность труда только выросла. Если у нас был один станок с ЧПУ и 500 старых ржавых станков, выкинули эти 500, оставили один. У нас колоссальный скачок роста производительности труда. И что? Ну раз производительность труда выросла, значит, затраты сократились. Если затраты сократились, все у вас цены скакнули. Но они скакнули по этому рецепту, забирать у вас. Потому что вот в случае инфляции только забастовкой вы можете повысить их. А если вы не делаете забастовку, то... Ну, то есть на это можно посмотреть и другими глазами, что вот политика инфляции – это и есть политика стимулирования забастовок. Причем всеобщих. Потому что это всеобщая же инфляция. Кстати, как определяется инфляция? Кто-нибудь сможет сформулировать? Что такое инфляция? Снижение покупательной способности денег? Нет. Это правильно то, что вы сказали, но не истинно. Деньги, конечно, при инфляции, они снижаются покупательные. Но это не определение инфляции. Еще есть варианты? Можно я скажу? Значит, это повышение цены на все товары, кроме товара рабочей силы. Не вообще понижение покупательное, а повышение цены на все товары, кроме товара рабочей силы. А товар рабочей силы никто не повышает. Единственный товар, на который цена не растет, а на все остальное повышает, это рабочая сила, зарплата. И поэтому для всех предпринимателей это ничего не означает. Они включают новые цены, повышенные в издержке, и, соответственно, прибавляют к цене своего товара. А единственный владелец этого товара, собственник товара рабочей силы, остается в накладе, потому что никто ему цену не повышает. И ради того, чтобы у него забрать, это и делается. По совету Джона Мельнерда Кейнса. Ну вот, мы с вами и рассмотрели вопросы об интересах работников и противоположностей интересов рабочих и капиталистов. Хоть в России, хоть и в других странах. Коль так организована экономика, это всеобще. И в то же время мы, так сказать, это не в порядке разоблачения рассмотрели, а в порядке того, что есть инструменты, причем законодательно признанные, для того, чтобы это преодолевать. Но если люди не хотят этим пользоваться, ну, вы не хотите. Но если вы не хотите, то что я могу с вами поделать? Дмитрий Анатольевич так говорит, денег нет, но вы держитесь. А можно сказать, а законодательство говорит, денег нет, но если вы потребуетесь помощи из Господня, вы получите эти деньги. Но если вы не хотите использовать свои права, ну и не получите. То есть, как бы законодательство нас побуждает в такой гражданской активности, политической активности и экономической активности. Спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...